Приветствую вас. Хочется спросить, какой у вас вопрос к психологам, потому что, на мой взгляд, вы не написали ничего такого, чем бы мы могли вам помочь. Да, нравится вам, парень. Да, дальше привет, общение дальше не доходит. Да, вы не можете, значит, подойти к нему и напрямую сказать давай общаться. Наверное, это и правильно. Наверное, это правильно, что вы не можете это сделать. Вот. Да, вы не можете, как бы, как бы, показать, что мне нравится. Это факт. Это факт. Это ваша история. Это понятно, в общем. А хотите вы чего? Хочется вам чего? Чего? Вы хотите мужчину к себе расположить? То есть, хотите как-то, вот, ну, общение наладить? Или вы себя хотите поменять? Конкретно. То есть, вот, ну, поменять имеется в виду, сделать так, чтобы, вот, эта ситуация, она, ну, чтобы ее не было. Вот, чтобы этой ситуации не было, чтобы, вот, ну, чтобы эта вот ситуация, когда вы боитесь показаться, боитесь показаться себя дурой. Вот. Вот. Чтобы эта ситуация не произошла. То есть, знаете, какая история? Вот, нужно понять, с чего вы, с чего вы в этой ситуации хотите. Да? А запроса нет. Кхм-кхм. Запроса нет. И, вы знаете, вот, как не парадоксально, да? Как не парадоксально. Но, на мой взгляд, именно в этом и кроется ваша, скажем так, проблема. Основная проблема. То есть, вы хотите, чтобы вам и мужчина, как бы, ну, к вам мужчина был расположен, вы хотите, с одной стороны. С другой стороны, вы не хотите показывать ему, что он вам нравится и подходить к нему не хотите, общаться с мужчиной. Ну, общаться там. Блящаться-блящаться. Это классическая позиция жертвы. То есть, когда я чего-то хочу, когда мне что-то нужно, вот. Но, при этом, да, я не готов ничего для этого делать. По факту не готов ничего для этого делать. Вот тут и возникает, собственно говоря, вопрос. Ну, на мой взгляд, такой достаточно важный вопрос. Достаточно значимый вопрос. Если вы не готовы делать что-то, если вы не готовы, ну, чем доплатить за свои желания, то почему, к примеру, да, почему, к примеру, за это должны, ну, почему, к примеру, у вас должно получаться тогда что-то. То есть, это вот, на мой взгляд, такая история. На мой взгляд, это вот именно, именно такая история. И тут уже нужно договораться. Дальше. Вы пишите, вы пишите, что вам нравится Батт. И что, может быть, вы не можете к нему пройти. Смотрите, есть очень большая вероятность того, что человека вы идеализируете. В каком плане? Что вы его не знаете. Вот, этого человека, вы не знаете его. Вы не знаете, какой он человек. Вы не знаете, что он из себя представляет, этот человек. Вы не знаете, может быть, это совсем, ну, не тот, не та личность совсем. Как вы думаете? Как вы думаете? К примеру. К примеру. Вот. Как вы думаете, к примеру, там, о нём. О. О. Но у этого, у этого, определённый есть, эм, подоплёка. То есть, то, что вы, ну, в некоторой степени, да, допустим, нарисовали его образ. Да? Вот. То, что вы, в некоторой степени, эм, идеализируете его. Вот. Это всё, это всё, это всё. Результат ваших желаний, результат ваших потребностей, результат ваших установок, чем вы нуждаетесь. Вот. По какой причине такое большое значение придаётся мужчине и отношениям к ним? Почему? Дальше. Для вас, эм, сложно, именно, начать общение, ну, начать взаимодействие. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Словно, почему? Потому что, чересчур, большая мотивация. Вот, мотивация слишком большая у вас. Слишком много, значит, для вас вот эта вот история, да, эээ, что вы можете быть, там, с мужчиной, и так далее, и так далее. Видимо. Ну, видимо. Я не уверен в этом. Видимо. Видимо. Он скажет вопрос. По какой причине ситуация складывается именно так? В чём, эээ, вот этот вот объём мотивации? По какой причине мотивация такая большая у вас? Чего хочется? И хочется ли чего-то вам? Заинтересованы ли вы в большей степени в человеке или в себе? Ведь, эээ, что происходит сейчас? На данный момент. Как я это вижу? Я вижу то, что вы заинтересованы в большей степени в эээ, нём. Это в себе. Простите. Вы заинтересованы в себе, а не в нём. То есть, вам важно, вам важно, чтобы именно вы получили то, что вам необходимо. То, что вам нужно. Чтобы именно у вас было то, чего вы хотите. Не у него. У вас. Правда, возникает вопрос. Для чего? Зачем вам это? Ну, тем не менее. 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 Поэтому, я предлагаю, предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию, как бы, именно с такой вот позиции. Именно с такой точки зрения. Ваш. Дальше. Вы говорите, что я не могу, просто подойти к нему и сказать, давай общаться. С одной стороны, с одной стороны, конечно, не может, с одной стороны. Но, с другой стороны, если, может быть, сказать именно так, давай общаться, было бы не совсем адекватно, да? Ну, человек может неправильно понять и так далее. Вот. Что, есть и другие способы. Куда более, скажем так, ну, приемлемые. Образно говоря, куда более приемлемые способы. Например, просто после привет-привет что-то спросить, после привет-привет что-то узнать, после привет-привет что-то там, значит, чем-то поинтересоваться и так далее. Да. Ну, ведь можно же. Можно. Но вы этого не делаете. Почему? Да? Я не говорю о том, что, ээээ, ну, что вы виноваты. Нет. Нет. Я хочу раскрыть ваши проблемы. Именно проблемы, которые стоят за этим, за этим вашим не могу. Да? Это стеснение, стыд, запреты, страх. Кстати, страх уже есть. Да. Показаться дурой. Дальше. Вы пишите. Я не могу показать, что он мне нравится, потому что, значит, не хочу показаться дурой, ну, боюсь показаться дурой. Простите. С каких пор, с каких пор, если кто-то кому-то нравится, то тот, кому кто-то нравится, дурак или дура. Разве, разве симпатия кому-либо делает человека, там, я не знаю, дураком, к примеру. Вообще, разве симпатия кому-либо является мерилом интеллекта, образно говоря? Да любой человек, когда он, э, ну, испытывает какие-то чувства, да, любой человек выглядит, э, неловко. Любой. Любой человек выглядит неловко, любой человек выглядит несерьезно, любой человек выглядит уязвимо, слабо. Так это нормально. Это и есть чувство. это именно так выражаются чувства. Другой вопрос, что это за чувства, понимаете? Если человек, к примеру, там, допустим, проявляет эти чувства, чтобы для себя что-то получить, и ему в итоге говорят, как бы, ну, никакой там симпатии к тебе нет, да, ну, взаимной, допустим, допустим. Это одно дело, что человек действительно выглядит не лучшим образом, но он выглядит не лучшим образом не потому, что он раскрыл свои чувства, а потому что изначально, изначально он поставил себя в зависимости от другого, в зависимости от, не знаю, от его реакции и так далее. То есть человек сам что-то хочет, человеку самому что-то нужно, он поставил себя в зависимости от другого, другой ему отказал, и всё, человек чувствует, что вот, вот, я дурак, потому что я хотел чего-то, да, и я не получил этого. Но это то же самое, как если вы приходите в магазин, например, да, и сделаете, что вам, не знаю, товары дадут просто так, вот, и вот вы просите, да, вы просите, говорите, там, отдайте мне, там, этот товар и то далее, а вам не дают, и вы чувствуете себя неловко, вот это то самое. Вот по такой аналогии просто, проследите за, как бы, проследите за цепочкой, цепочкой своей, ну, за своей логической цепочкой. Вот. Но если, с другой стороны, да, с другой стороны, если вы ориентированы на человека, вот, если вы ориентированы на, вот, другого, если вы заинтересованы в другом, если другой вам нравится, что не будет никакого ощущения, не будет никаких, никаких неловкостей. Вы проявили симпатию, я сказал, что вы мне нравитесь. Вы проявили ответ или нет? Моего чувства к вам это не изменит. И вашего чувства к нему не изменит его ответ. Понимаете? Но для вас это проблема и противоречие. Почему? Потому что на свои чувства и на свои желания вы, скорее всего, склонны забивать. Вы склонны принижать себя. Вы не чувствуете себя значимым. Вы не реализуетесь, например. Ну, должным образом не реализуетесь. Вот. Как мне видят. Отсюда и излишняя сосредоточенность на мужчине, который вам понравился. Отсюда и такая стеснительность. Вот. Ну, это вот непринятие себя, непринятие своих чувств. Отсюда и такое волнение. Потому что сверхмотивация. Сверхмотивация что-то делать, что-то сделать. Мотивацию нужно снизить. Свои чувства и себя принять. Вот. 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 И посмотреть, как вы реально относитесь к... к человеку. Вот. Реально вы видите и воспринимаете его как того, кто вас интересует, например. или вы интересованы исключительно только в себе. Допустим. Понимаете? Такая история. И тогда вам все будет понятно. И самое главное, тогда вы самое главное лучше себя будете чувствовать. Все будет для вас понятнее. Все будет для вас куда более прозрачнее. Ну и тогда. Вот. Так что вот. Примерно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и все-таки успешного разрешения данной ситуации.